Раньше жители двух поселков с большой землей связывал вот этот мост. Он разрушился еще в 80-х. Тогда местный леспромхоз для вывоза бревен построил вот этот мост. 25 лет он служил без ремонта и в конце концов тоже стал опасен. Несколько дней назад мост через речку Белая осмотрела комиссия и решила, ездить по нему нельзя. И перекрыла связующее звено между большой деревней Кобра и двумя маленькими населенными пунктами Нагорского района. Передвигаться по мосту теперь могут только люди и животные. А еще там за рекой рубят и перерабатывают лес. Заместитель директора лесхоза Владимир Комаров рассказывает, из-за плохих дорог вывозить его и раньше было неудобно. Теперь совсем невозможно. Работа простаивает, бревна гниют, предприятие несет убытки. Тысяча человек в таком положении, что ни лес не вывезти, ни денег не заработать. У нас заработок один с леса. Продукты тоже самое. Правда, запрет соблюдают не все. Вот по запрещенному мосту проносится милицейский УАЗик. А житель одной из отрезанных деревень Сергей Загозкин о том, что ездить здесь нельзя, вообще узнал от нас. И ничуть не расстроился. Заверил, он на своем мотоцикле хоть по старому мосту проедет, хоть по этому аварийному. А не знаю, вот по старому мосту. Нет. Там тоже плохой мост. Вот надо вот это делать. А вот это Кобра-2. Одна из отрезанных деревень. Здесь живет около 300 человек. Никакой паники в селе нет. От большой деревни до них чуть больше километра. И жители ходят пешком. У большинства свое хозяйство и скотина. Так что в магазин только за хлебом. А вот как-то привозят, да и все. Продавец местного магазина Нина Васильевна рассказала, недостатка в продуктах пока нет. Завоз, как обычно, раз в неделю. Хлеб, крупы, кондитерские изделия и шампуни. Раз в две недели у жителей принимают заказы на что-нибудь особое. Сегодня, например, можно записаться и получить рыбный пирог. Нина Васильевна ситуации с мостом ничуть не удивляется. Говорит, пока никто не провалился, власти не отреагируют. Мост надо строить вот такой же, как в Нагорске. Когда автобус встанул, тогда построили, а так бы не построили никогда, наверное. Власть в лице главы администрации Кобринского сельского поселения Василия Усатого решение проблемы ищет давно. Вот только денег лишних нет ни в бюджете сельском, ни в бюджете Нагорского района. Правда, после закрытия моста район все же пообещал помочь. Сейчас составляют смету. Администрация района через ГОЧС области выделены средства в размере 5 миллионов. И нынче летом, в июле месяце этот мост будет капитально ремонтироваться. Этот участок делали буквально вчера, то есть уже когда вот тот мост обрушился, смотрели, дороги совсем не стало. Решили как-то, ну что-то наоборот. А этот мост уже третий по счету вокруг поселка Кобра. Еще одна дорога к отрезанным от жизни деревням. Год назад два пролета провалились, и переправой никто не пользовался. Но когда закрыли основной мост, местные предприниматели решили не ждать июльского ремонта. Собрали по деревне бревна, брусья и трактора. И буквально накануне своими силами восстановили этот мост. Правда, Владимир Комаров никакой гарантии на сооружение дать не может. Строили по наитию, без проектов и замеров. Сколько простоит, неизвестно. Ну, я думаю, месяц, может, так, поездят. Но опасно все равно ездить, потому что никто же не проверял, вот видите, мы же еще. По восстановленному народными умельцами мосту мы пытаемся проехать во вторую из отрезанных деревень поселок Орлицы. Правда, отсутствие моста еще полбеды. Дорогу длиною в 20 километров преодолеет далеко не каждое транспортное средство. Сюда никогда не ездит скорая, тем более милиция. Владимир рассказывает, как-то у его друга случился аппендицит. Прихватила, позвонила, сказали, едь сам. Он говорит, да как я сам? Как хочешь. То есть не поехали, боятся. Дальше этого места дороги нет. Здесь даже КамАЗ вряд ли проедет. А там в 15 километрах живут 500 человек. И возможность провести им продукты и лекарства существует только в середине зимы и в середине лета. И то, если нет дождей. Сейчас все 500 жителей живут в изоляции второй месяц. Сначала была весенняя распутница, сейчас идут дожди. Власти уверяют, все необходимое в деревне Орлицы пока есть. Но когда туда можно будет добраться, неизвестно. Евгения Демина, Алексей Юферев, Бюро новостей Давича. Продолжение следует...